Украина против России Украина представляет доказательства агрессии Кремля. Накануне российская делегация пыталась убедить судей. Обвинения беспочвены, а суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела. Однако Киев считает иначе. Аргументация сводилась к тому, что именно этот суд по иску украинской стороны должен дать ответы на вопросы, касающиеся нарушения России, конвенции о прекращении всех форм расовой дискриминации. Российская делегация намерена сидеть с таким безмолвием, будто их это не касается. Москва целенаправленно затягивает рассмотрение дела, чтобы избежать ответственности, считает глава украинской делегации Елена Зеркаль. Напоминает, в 2017-м во время предварительных слушаний суд обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса в оккупированном Крыму и прекратить преследование крымских татар и украинских активистов. Однако Кремль решение проигнорировал. Украина возмущена неуважением, которое Россия проявляет к решению суда, принятым в 2017-м. Запрет Меджлиса остается в силе. Образования на украинском языке в Крыму нет. Детей крымских татар обучают по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944-м году. Сейчас перед судом стоит единственный вопрос – его юрисдикция по этому делу. Украина продемонстрирует, что этот суд обладает правом рассматривать иск Украины по обеим конвенциям. После оккупации Крыма в 2014-м Россия запустила масштабную кампанию по уничтожению культуры крымских татар и украинцев, живущих на полуострове. Россия всесторонне нарушает политические и общественные права крымских татар и украинских общин, систематически притесняя их лидеров и институции. Россия причастна к пыткам, убийствам и исчезновениям активистов. Массовые нарушения права России полностью попадают под определение расовой дискриминации. Украина обвиняет Россию в финансировании террористов на Донбассе и нарушении прав человека в аннексированном Крыму. Международный суд ООН отправили меморандум с доказательствами российской агрессии. 29 томов и 17,5 тысяч страниц фактов и показаний. Мы не просим суд вынести решение о том, что Россия совершила акт агрессии против Украины. Мы подали иск о нарушении Москвой международных конвенций, о запрете финансирования терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации. Россия не начала расследование и не возбудила уголовные дела против тех, кто принимал участие в финансировании терроризма в Украине. Бездействие, затягивание дела, отсутствие сотрудничества в расследовании. Подобное поведение является явным нарушением обязательств России согласно конвенции. Представители Украины уверены – собрали достаточно доказательственные Москвы. Как следствие агрессии на Донбассе и в Крыму, массовые аресты проукраинских активистов, крушение малазийского Боинга, обстрел автобуса под Волновахой и жилых районов Мариуполя и Крыматорска. Свои аргументы суду Киев представит в пятницу во время второго раунда слушаний. Инна Косинская, Варвара Миренкова, UATV.